Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол Это Жизнь и стартует у нас второй тур группового этапа Чемпионата Мира 2022 в Катаре. Встречаются сборные Уэльса против сборной Ирана. Что можем сказать про эти две команды? Сборная Ирана крупно, даже разгромно проиграла в первом туре сборной Англии со счетом 6-2. Сборная Ирана произошел очень неприятный момент. Получил основной, казалось бы, вратарь сборной Ирана травму, но зная сборную Ирана, у них есть еще 4 запасных вратаря в заявке, поэтому в этом плане можно не переживать. Пожелаем голкиперу здоровья и скорейшего восстановления. Но вот мы видим, что на первых минутах уже Дэниел Джеймс забивает и выводит сборную Уэльса вперед. Так вот, матч сборной Англии и Ирана стал самым долгим, если я не ошибаюсь, 117 минут. По итогу продлился матч. 14 минут было добавлено к первому тайму, еще 10 к основному времени игры. Ну и вот получилось так, что в сумме наиграли 117 минут. Вот, сборная Уэльса сыграла в ничью со сборной США. Вот сейчас как раз тоже этот же счет 1-1. Тареми забивает, он также забил дубль ворота сборной Англии. Ну вот сейчас вот забивает ворота сборной Уэльса. Вот, сборная Уэльса сыграла в ничью с США. На гол Тимоти Ва ответил гол Гарета Бейла с пенальти. И вот матч США Уэльс стал первым матчем, который закончится в ничью. Но Дэниел Джеймс у нас выводит вперед снова сборную Уэльса, забив дубль. Неплохо смотрятся валийцы. Интересно, конечно, футбол показывают. И, в принципе, иранцы, которые в 2016 году очень мало пропускали, как-то вот снисходительно начали этот мундиаль, уже пропустив 6 мячей на старте. И, как мы видим, уже в первом тайме Дэниел Джеймс забивает хэтрик и делает комфортный счет для своей сборной еще в первом тайме. В два мяча ведет сейчас сборная Уэльса. Счет у нас 3-1 к перерыву. Ну, очень много у нас, кстати, игроков, которые вот забили хэтрик именно в наших прогнозах. То Кристиан Пулишич, то многие еще, ребята, его Дэниел Джеймс. Вписался в эти ряды. Но мы видим, что иран не бросает, естественно, играть. Пытается навязать борьбу. Отыгрываться-то нужно. Ну, вот ряд хороших ударов со стороны Тареми, Азмуна и компании. Вот такой вот еще интересный момент. И забивает Эзоталахи. Забивает, делает счет 3-2. Шансы более-менее какие-то появляются у сборной Ирана. Интрига по конец матча жива. Но скажу вам сразу по секрету, что нет. По итогу матч так и закончится счетом 3-2. На этом, друзья, все. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики и стримы. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это Женов. До встречи, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok